Привет. Я Алексей. Наша программа День Люди События. Первая наша тема.Впервые прозвучала единственная опера Людвига Ван Бетховена Фиделия. Людвиг Ван Бетховен великий немецкий композитор, дирижер и пианист, ключевая фигура западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из наиболее уважаемых и исполняемых композиторов в мире. Бетховен писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, балет, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения, фортепейные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. В 1800-х годах Бетховен теряет слух. Из-за глухоты он отделяется от мира, лишается звукового восприятия, становится угрюм, замкнут. Именно в эти годы композитор одно за другим создает свои самые известные произведения. В эти же годы композитор работает над оперой Фиделия, которая относится к жанру опер ужасов и спасения. В обстановке военного времени спустя неделю после вступления в Вену оккупационных войск Наполеона в Театеран Дервин 20 ноября 1805 года под управлением автора впервые прозвучала единственная опера Людвигован Бетховена Фиделия. Сюжет оперы прост и романтичен. Главная героиня, Леонора, которая под видом юноши Фиделия проникает в тюрьму и вызволяет оттуда любимого супруга, бесстрашного тирана-борца Флористана. Героическая опера, одно из величайших творений мирового музыкального театра, в своем первом исполнении успеха не имела. Успех Фиделия пришел лишь в 1814 году, когда опера была поставлена сперва в Вене, потом в Праге, где ею дирижировал знаменитый немецкий композитор Вебер, а потом и в Берлине.